Из жизни фермеров, как помогают расширить хозяйство гранты по госпрограммам и у тюменских аграриев высокие показатели по экспорту, сколько стран охватили и какая продукция особенно хорошо уходит за границу. Здравствуйте, я Инна Михайловская и это Сельская среда. Предприятия только начинают сдавать семена на проверку. Подготовка к будущей посевной начинается с проверки семенного материала. Хозяйство сдают зерна различных партий в Россельхозцентр. Процедуры только начались. Кондиционными признано небольшое количество. Семена урожая 2021 года станут залогом нового урожая. Только если пройдут тест на пригодность. Семена проходят полную проверку. То есть мы изначально делаем навески, разбираем навески, смотрим на количество сорных растений. Также эти навески проверяются на влажность. Влажность должна быть тоже стандартной, по стандарту. Потом высеваем семена на всхожесть. То есть все показатели должны быть в пределах нормы. В основном это у нас идет на всхожесть больше всего времени. Это где-то около 7 дней. Нагрузка пока небольшая, потому что была затянутая уборка. Поэтому семена еще где-то досушиваются, где-то просеиваются. Дело в том, что семенной материал в хозяйствах хранится в несортированном виде. Не все сельхозпредприятия с осени успели засыпать готовые партии на склад. А на проверку в Ростельхозцентр принимают только такие. Наша главная задача – это определение посевных качеств семян. И на ноябрь месяц, на отчетный период, мы проверили 40%. Некоторые партии с низкой всхожестью. Есть щуплые, мелкие семена. Может быть, это сказалось еще и погодные условия. Кондиционными признаны пока лишь 12% от исследованных проб семенного материала. Если говорить о хозяйствах, то первыми проверки начали проводить на сельхозпредприятии Чапаевском. Там, кстати, всегда сеют полностью кондиционные семена. Поступил материал и от хозяйств ЭКОС, и местного филиала племзавода «Юбилейный». А вот весной нагрузка на агрономов Ростельхозцентра увеличится существенно. Ведь именно тогда поступят на проверку наибольшие объемы отобранных семян. Тех самых, от которых будет зависеть урожай следующего – 2022 года. В Викуловском одна ситуация, а как идут проверки посевного материала в других районах Тюменской области. Об этом поговорили с Кириллом Фуртаевым, заместителем руководителя филиала Ростельхозцентра по Тюменской области. Показатели по кондиционности, вот сейчас в целом, по области, достаточно низкие. Так ли это критично для наших сельхозтоваропроизводителей? Всего лишь треть семян проверено, а картины общие пока еще мы не видим. Проверка у нас продолжается, и, соответственно, к моменту посевной этот процент будет меняться, и меняться будет в лучшую сторону. И я думаю, что к моменту посевной, в мае месяце, у нас уже будет кондиционность семян ближе к 100%, 99%, как у нас каждый год она и бывает. Вот смотрите, особенность этого сезона, странного, необычного, разумеется, сказалась на качестве посевного материала. Ну, мы помним засуха, мы помним подгон, который так неожиданно появился, и все планы аграрии. Ну, естественно, погодные условия в этом году были нетипичные. Очень сложные, то есть засуха, начиная с мая месяца практически до конца июля. Все это сказалось и на как на количестве урожая, так и в качестве. Масса тысячи семян у нас, тысячи зерен значительно ниже, чем в прошлом году. Схожесть ниже. Сказалось на том, что еще у нас в начале августа прошли дожди, и начался массовый подгон. Семена, которые не проросли в начале мая, они начали расти активно в августе. И, соответственно, аграрии ждали, пока прорастут, вырастут. Сформируются хотя бы из-за греев. Поэтому уборка была затянута, в убранном зерне у нас достаточно много щуплого зерна, зеленого, не вызревшего. Соответственно, у нас сейчас идет активная подработка, сортировка. И все это сказывается на качестве зерна. Однако не настолько снижены показатели по сравнению с прошлыми годами. Процентов на 10 у нас скорость похуже. Но все это решаемо. И к концу, скажем так, межсезонья, посевной, эти проблемы будут решены подработкой семян. А вот смотрите, вот это невызревшее зерно, зелененькое, оно это мусор сейчас считается? По сути, да. Потому что из этого зерна мы не получим. Это полноценное растение, оно просто не взойдет, урожаясь в него не будет. Все это решается сортировкой. Ну вот смотрите, у нас, можно сказать, только начались работы по подготовке посевного материала. Закончится перед, непосредственно перед полевыми работами. Вот скажите, пожалуйста, ну вот вы перечислили, да, там щуплое зерно, схоже с низкой. Ну вот пройдет время, отсортируют, возможно отлежится, да, оно. И вот качество его должно поменяться, да? Вообще работы по подработке ведутся уже с начала уборки урожая. По сути, у нас подготовка к посевной начинается в момент выхода комбайна на поле. Но во время уборки урожая с октября по апрель месяц будут работы вести. То есть будет подработка, сортировка, сушка, работы по подготовке семенного материала. Соответственно, уже во следующей проверке, при семенном анализе, эти показатели будут меняться в лучшую сторону. Ну и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы, возвращаясь к подгону, да, учитывая то, что его достаточное количество присутствует в семенном материале, не случится ли такое, что вместо более 180 тысяч тонн потребности, мы весной получим меньше объем семян? Нет, такого не будет. У нас, кроме того, что у нас семена, которые засыпаны, скажем так, для собственных нужд, еще и около 30 тысяч тонн семян у нас подготовлены аграриями для реализации. То есть другие предприятия, в том числе предприятия других областей. То есть всегда есть определенный запас, из этого запаса часть семян могут перевести в фонд семян, который необходим для посева. Экспорт сельскохозяйственной продукции Тюменской области в этом году вырос на 19%. Информация из четвертого послания губернатора Александра Мора. Тюменскую продукцию поставляют в 15 стран от США до Китая и Арабских Эмиратов. Особый предмет гордости – наша молочка. Тюменская область занимает 10-е место среди регионов России по поставкам именно этой продукции. Но тут, считает губернатор, можно брать новые высоты. Тем временем жители Сладковского района будут смотреть кинопремьеры на большом экране уже в декабре. Сельские хроники. Новый кинозал появился благодаря гранту в 5 миллионов рублей. Его выиграли в этом году. Сладковский район, территория небольшая, здесь проживает всего 10 тысяч человек. Но для просмотра кинофильмов людям приходилось ездить в Ишим за 120 километров. А теперь в райцентре будет собственный кинозал. Первая премьера состоится 7 декабря. Рассчитываем на то, что люди будут посещать наш кинозал. Можно рекомендовать, приводить с собой еще. Даже скептиков, которые, ну там, ай, не пойду, посижу дома или скачаю в интернете. То есть в кинотеатре, в кинозале совсем другая атмосфера. Ну согласитесь же. Здесь можно прийти, посмотреть премьеру за совсем небольшие деньги. Отдохнуть и душой, и телом. Областная больница номер 12 в Заводоуковске в списке лидеров по темпам вакцинации от коронавируса. К началу ноября здесь уже было привито 80% взрослого населения. Приходит не только в поликлиники, но и в дополнительный прививочный пункт. Работает он до позднего вечера. К тому же записываться заранее не нужно. Ежедневно здесь принимают около 90 человек. Там активно проводится вакцинация. Она продолжается, она не останавливалась и не планируется останавливаться работой. Очень много пациентов, которые боятся, все-таки остерегаются посещать лечебное учреждение. И для них более удобно это пункт вакцинации. В Викуловском районе работает выездной маммограф. В течение трех недель он колесит по населенным пунктам муниципалитета. Так, в селе Катычаги уже к 11 часам. Желающих пройти обследование было 25 человек. После завершения процедуры результаты передаются фельдшеру. Он уже дает дальнейшие рекомендации. Работу передвижного маммографа оценили и местные жители. Житель села Новолыбаева Завдуковского городского округа заметно так расширил поголовье крупных рогатых на своем подворье. При этом еще и открыл крестьянско-фермерское хозяйство КФХ. И все благодаря гранту по программе «Начинающий фермер». Еще шесть лет назад животных в этом хозяйстве было в разы меньше. Благодаря гранту на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства «Амандык Майканов» смог увеличить стадо. Пока оно единственное такое в Завдуковском городском округе среди небольших хозяйств. Сегодня здесь 70 крупных рогатых. 30 из них – маточные поголовья. На сумму чуть больше 1 миллиона рублей житель Новолыбаева купил сельхозтехнику и несколько нетелей породы «Геррифорд». Мы выращиваем бычков отдельно на мясо. В течение 6-7 месяцев мы уже отделяем от коров, отдельно ставим их и начинаем усиленно кормить. Просторные помещения для животных этой породы не требуются. Круглый год они могут жить на свежем воздухе. При заботливом уходе и полноценном питании телят растут быстро. За сутки набирают до килограмма и более. После двух лет бычки идут на мясо. Вот только затраты на выращивание зачастую не покрываются. Цены очень сильно возросли. Конечные продукции мы и мясо продаем так же почти что. Не поднимается в цене. Нам это все накладно получается. А это лето прибавило проблем фермерам. Вначале и вовсе опасались, что не смогут заготовить в полном объеме корм. Ведь стояла жара и вся трава выгорела. Но осадки второй половины лета оживили растения. И аграрии все-таки смогли заготовить сено. Тем не менее, о полноценном рационе говорить не приходится. Господдержка таким хозяйствам просто необходима. В 2021 для сельхозтоваропроизводителей, в том числе и для крестьянских фермерских хозяйств, правительство Тюменской области выделило средства, чтобы животноводческие хозяйства смогли купить недостающий корм и различные добавки. Раз у него содержится в хозяйстве 26 голов маточного поголовья коров-кормилиц, то ему также будет оказана финансовая поддержка в размере 10 тысяч рублей на одну голову. Всего в городском округе финансовую поддержку получат 7 сельхозпредприятий на общую сумму 32 миллиона рублей. А вот Роман Севастьянов из Армезонского района тоже расширил свое хозяйство, только на средства гранта по программе «Агростартап». Как и в начинающем фермере, есть свои условия. Ну, например, потратить полученный грант можно на техническое переоснащение и покупку животных. Предпочтения отдаются мясному и молочному направлению. Роман Севастьянов в своем деле не новичок. Ведет личное подсобное хозяйство уже не первый год. Держал коров, имел свою сельскохозяйственную технику, сеял травы на арендованной площади 200 гектаров. В 2020 ему предложили расширить деятельность и заняться мясным животноводством. Фермер согласился и принял участие в программе «Агростартап». На выделенные 5 миллионов рублей купил 400 нетелей гирифордской породы. Гирифордская порода, они самые спокойные, нормальные. С ними работать легко. Поведение такое у них доброжелательное. Хорошо, да, вес набирают. При откорме телята, да, вот недавно я их отнял от матерей. И как бы собираюсь зерном подкармливать их. Средств хватило не только на животных, но и на трактор. По условиям гранта Роман набрал и помощников. Предоставил рабочие места людям, люди заняты. Роман у нас, думаем, дальше будет развиваться, развивать наше сельское поселение. Что мы ему очень рады. И думаем, что будем ему помогать как район, так и сельское поселение наше. За последние пять лет шесть термизунских фермеров выиграли гранты на развитие молочного и мясного животноводства. Важновато получить грант. Ну, с другой стороны, наверное, так и должно быть. Потому что, если хочешь получить хорошую поддержку, серьезную, да, пять миллионов, серьезную, значит, ну, ты должен поработать и с бизнес-планом, и знать цифры, все вот это, экономику считать и все прочее. Поэтому вот. Программа «Агро-стартап» в Тюменской области действует три года. В этом участниками стали пять фермеров. Они получили грантов на общую сумму почти 21 миллион 400 тысяч рублей. В следующем, надеются, их количество будет не меньше. А пока в Армезонском районе действует более 60 крестьянских фермерских хозяйств. И среди них есть желающие принять участие в «Агро-стартапе». Уже готовят бизнес-планы. Здесь, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы можете посмотреть на Ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин